В минувшую пятницу, 25 ноября, одесские общественные деятели подали иск в суд, ответчик Одесский городской совет. Требование всего одно – отмена скандального плана зонирования территории Одессы. Общественники утверждают, мало того, что принятый зонинг губителен для Одессы, он принимался с многочисленными нарушениями. Одесский городской совет принял этот градостроительный документ, не устранив нарушения закона, не соблюдал необходимые процедуры, не были учтены замечания общественности, не проводились в нормальном виде общественные слушания, не была создана согласительная комиссия. Он, безусловно, преступный. Преступный с точки зрения Дерибана самого города нашего, преступный по отношению к одесситам, гражданам Украины, которые проживают в нашем городе, чьи права нивелируются этим документом. В то же самое время он узыканивает те преступные действия преступной власти нашей городской, узыканивает застройку высотную, уничтожение зеленых зон. Обжегшись на генеральном плане, я думаю, что одесситы уже так не оставят план зонирования. В общем, иск, который анонсируется сегодня, это уже не первый иск по зонингу. Один процесс уже идет. Ну и этот, я думаю, будет не последний, потому что там нарушений очень много. Пока что, как мы уже говорили, в ответчиках Одесский городской совет. Но общественники не исключают и даже уверены, что по мере рассмотрения иска в разном качестве к суду будут привлекаться и другие стороны. Это не остаточный вариант. Будет он дополнен, будет изменен, будет расширено около участников, оскільки не только МИСКА Рада, скажем так, совершила незаконные действия, оскільки также было залучено до этого и управление архитектурой и местобудованием, как замовник плану зонирования территории, как и товариство за межной ответственностью «Харьковпроект», как виконавець, разработник плану зонирования территории, ну и так далее. Все прекрасно понимают, что суды сегодня воплощают в жизнь волю в том числе и Одесского городского совета, лично мэра Труханова, потому что там есть колоссальное влияние. Либо мы сползем в кровавый Майдан, опять в шины и опять в протесты, либо все-таки попробуем убедить судей, что пора принимать законные решения. Дата ближайшего заседания пока неизвестна. Дело еще не попало на распределение судьям. Общественники просят всех неравнодушных одесситов, которым небезразлична судьба города, поддержать их. Только вместе можно отстоять Одессу, только вместе можно надавить на судей и представителей власти. Анатолий Косин, Юрий Шинкаренко, телекомпания Круг.